Гарли у нас на уровне бедра. И лезвие нас защищает от укола или удара. Основы нападения и защиты открыли мастер-класс по сценическому фехтованию. Условный бой на холодном оружии, подчинённом законам сцены, необходимы условия подготовки актёра. Здесь победа в поединке даётся исключительно воле сценария. Но прежде нужно совладать со шпагой. Искусству зрелищного сражения ульяновских школьников учили актёры молодёжного театра. Репетиция нашла отклик среди тех, кто стремится через пару лет выступать под софитами. Я занимаюсь этим уже более 10 лет. Мне очень нравится эта сфера. Я бы хотела в ней развиваться. Вообще мне очень интересно, когда уже профессионалы, такие люди, дают какие-то свои впечатления о своей работе, помогают новому подрастающему поколению стать профессиональными актёрами, артистами. Своим опытом поделились и артисты театра «Кукол». Знакомство начали с героев любимых спектаклей. Один из самых известных – Петрушка. Весельчак, родом из Италии, оживает на сцене как с помощью сгиба лишь пальцев руки своего компаньона, так и другим незамысловатым способом. Эта кукла очень простая, очень гротесковая. Ну, гротесковая, она немножко такая преувеличенная, да. Чем она обаятельна и хороша. Взбахнул одной ручкой, да. Кирик-ку-ку! Можно изобразить какую-то радость. Сложил две ручки, да, или два крылышка, вот он уже и загрустил. А вот у юных зрителей мастер-класса времени грустить нет. Ребятам не терпится показать себя на сцене и задать вопросы о закулисье профессии. Это можно сделать на площадке по актёрскому мастерству. Занятия провёл директор молодёжного театра Алексей Храпсков. Зоркий глаз профессионала тут же отмечает потенциал детей, их харизму и сценическое обаяние. В будущем именно эти качества помогут нынешним школьникам при сдаче вступительного экзамена в университете. Творчество, любое творчество, и в том числе актёрское искусство, они требуют, конечно, самоотдачи. Такое, чтобы, ну, как сказать, приходится жертвовать какими-то вещами, отдавать себя время, силы, может быть, излишние. Но в ответ, конечно, получаешь гораздо больше, чем казалось бы. Это не просто аплодисменты и признания, а возможность реализовать себя, прожить несколько жизней. Фестиваль театральных профессий прошёл впервые на просторах Ульяновской области. Это хороший опыт для молодёжи. Полученные знания им пригодятся на репетициях. Их проводят еженедельно практически в каждой школе региона. Это поручение министра образования Российской Федерации Сергея Красцова создать в каждом учебном заведении площадку для актёрского творчества. Это не случайно. Конечно, актёрские профессии и вообще раннее профессиональное самоопределение, конечно, даёт школьнику успех. И в основном, общем школьном образовании актёрское мастерство вам помогает успешно защищать экзамены, выступать перед публикой. Ведь, как писал английский драматург, весь мир – театр, в нём женщины, мужчины, все актёры. А подобные фестивали – хороший инструмент для развития творческого потенциала.